Исторический заказ для Петербургской верфи. Андрей Дубенский и Виктор Астафьев будут первыми построенными в нашей стране пассажирскими судами для Арктической зоны. Они будут ходить от Красноярска до Дудинки. Протяженность водного маршрута 1990 километров. Как идет работа над проектом в северной столице, оценил губернатор края Александр Ус. Мы вот сейчас вспомнили, знаете, социалистические времена и решили, что надо многое лучше брать оттуда. Поэтому пришли вот такому соглашению на полгода раньше срока изготовить наши флагманы. Во всяком случае, первый из них. И в 23-м году, 13 августа, мы рассчитываем на то, что будем встречать эту команду и наш красавец-теплоход на Енисеи в городе Красноярске. Новые лайнеры будут длиной почти 100 метров и будут вмещать по 245 пассажиров. С помощью лифтов и пандусов по судну спокойно смогут перемещаться люди на инвалидных колясках. На борту удобные каюты с беспроводным интернетом, рестораны, кафе, тренажерный зал. Мы очень хотели начать свою деятельность в городском ледостроении с красивых судов. Это будет очень красивое судно. И мы очень благодарны губернатору, что он нам доверил эту работу. Мы, как истинные петербуржцы, сделаем с качеством Петербурга. Сказали на полгода, значит на полгода будет раньше срока. Работа над Андреем Дубенским идет уже почти год. Это судно будет готово первым. Закладка Виктора Астафьева намечена на 30 июля, на 4 месяца раньше намеченного срока. И чем скорее они будут готовы, тем лучше. На Енисеи они заменят теплоходы Валерий Чкалов и Александр Матросов. 1953 и 1954 годов постройки. Те устарели не только морально, но и физически. На их ремонт каждый месяц приходится тратить по 15 миллионов рублей. Новые суда по заказу Красноярского края строят на Средненевском судостроительном заводе в Петербурге. Главе Красноярского края разработчики рассказали о технических особенностях проекта. Основное управление идет из строевой рубки, а бублирование идет с крыльев ходового власти, что в новой предпарковке. Название новым теплоходом красноярцы выбирали сами во время народного голосования. В нем приняли участие более 3000 человек. В итоге суда получили имена основателя Красноярска Андрея Дубенского и известного красноярского писателя Виктора Остафьева.